здравствуйте сегодня мы начинаем внутреннюю обделку дома но для начала чтобы начать в этом помещении что мы сделали вот значит сделали черновой полки речи на опорту дуна подготовили такие леса для того чтобы можно было с одной стены до другой стены свободно ходить на сегодня мы приступим зашивать доской потолок но для того чтобы зашить доской потолок чтобы делал сначала зоркой щеткой за плесень грязь защищает балок после этого проходим еще еще раз самый бюджетный вариант сам не дорогой в целом полки сохранились неплохо хорошо где-то в каких-то местах там кое-где есть то что помазать ну мы в основном главное усилие сделать вот по краям помаду листов сухие хорошие и после чего после этого вы обработаем децептиком за счет пароизоляции и приступим зашивать досками будет и будем все это делать в одно лицо посмотрим как это у нас получится с начала работала мы начинали работе делал небольшие леса но это не очень неудобно пришлось представлять и как вот такие леса значит широкие посмотрели у строительных делом как-то что очень удобно как-то это нужно чтобы от стены до стены и вы свободно ходить когда начнем зашивать будет очень удобно будете будете видеть эти так удобно есть получать а уже боковые части можно будет сверху более удобно можно использовать полива он у меня в процессе разработки чем я не закончил пока видите какая-то темнота вышла это прекрасно что поможет и чернота у меня получилось так и на устроили в один год у меня не получила больше поставить у меня будет такой что зимовали в открытом состоянии очень сильно переживал как все получится но будем думать что так нормально перезимовали подсохли я их уже один раз вырабатывал но сейчас еще раз хорошо но если допустим очень плоские баку можно использовать отбили вот мы заехали в магазин велики такого подходящего пациента не было вот я вот таким образом главный из как недостаток в этой работе не очень быстро получается пока все все работают прямо скажем что нам посолочке нету работать по крыше послышно это начинается она уже не очень страшно еще веселее получится значит натянули значит пароизоляцию ну делать больше всего чтобы носила не передвигать вот мы значит такую полосу я ли по изоляции натянули по ширине получается настилов и вот зачем бушками будет он до сих пор я после этого снова точно повторяю что начну значит антисептиком появляться мусками ну вот пожалуй еще здесь немножко не ровно получать но доской выруйте выкрашено вот начали зашивать потолок доской вот значит первые два ряда я даже прошел короткими досточками такими ну потому что одному будет длинную сразу неудобно а вот уже с третьего ряда можно и длинную ставить и короткий ставить для того что проще ставить длинную доску вот я сделал вот такой маленький видели начать что-то 40 это 40 10 где-то 17 сантиметров и я саморезом к балке прикручу знаете упоры поставлю длинную доску и как я не буду жевать возможно получится получится я предварительно чтобы на первом этапе и в доме вот таким образом сначала сюда положим потом будем уже туда ставить в строение вот таким образом подошла вот на наше крепление поставить вот здесь вот здесь получается отсеки отпустили можно не спеша и скрепление стоит и здесь нам вот вот таким образом так раз так вот одну закрепили и так с той стороны с этой стороны сейчас еще здесь посмотрите нормально хорошо тогда немножко сюда и с тоже этот саморезик в саморезе закрепим стоит вот 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 и практически это крепление нам не нужно оно поверится вот на один саморезе его посланец с одной стороны с другой стороны то есть а это стоит все проходим в каждую блоку саморезе ставим и можно следующее можно так говорится короткими дужками вот если длинные в одно лицо сразу она немножко влажная у нас желательно за благовременно антисептиком покрывать и тогда ну вот так пожалуй таким образом работает как измельчить не негативно не нет это только это до и или это зя или не Сюда, сюда поехали. Таким образом вот. Так что можно укрепить. Опа. Сунулись попался. Опа. Нужно начать. Опа. Так. Так что. Зашку закрепляем на два самореза. Каждый на два самореза на каждом проеме. Так что будет очень крепко. Можно быстро смело вставать. Продолжаем работу внутри домика. На данном этапе вот обшиваем стены и потолок доской. Ну перед тем как взять доску и ее уже непосредственно прибить. Мы делаем определенные подготовительные работы. Вот вместе с вами сейчас сделаем. Посмотрим. И там посмотрим уже что у нас получилось из этого. Ну для начала здесь видите доски немножко неровные. Торцы мы их что торцуем. Вот берем вот так угольничком раз. Ну сразу несколько штук можно заметить. Вот так два. Видите немножко неровные. Но можно и так прибивать. Но лучше немножко отторцовать. Так вот. Побыстрее. Получится. Ответили. Сначала угольнички. Здесь вот как раз шесть досок. И чтобы потом будем обрабатывать их. Удобно было с одной стороны три и с другой стороны три. Ну вот так. Да. Шесть штучек. Ну это отметили. Берем болгарочку. Как-то я уже показывал как мы ими ей работаем. Ну мне понравилось очень. О, и сразу в ведро. Сразу в ведро, чтобы мусора не было. Так, так, так. Наверное, перейдем, чтобы не тянутся, чтобы не тянутся на эту сторону, ну и с этой стороны. Значит, вот мы доски оттарцевали, оттарцевали, вот свежая доска, которую мы недавно только приобрели, и вот на ней, на ней имеется, значит, прилипание опилок, в результате чернота идет, эти опилочки лучше убрать, ну надо было, конечно, сразу, вот особенно, вот видите, вот видно, видно хорошо, вот, вот опилочки, бывает поменьше, бывает побольше, вот здесь вот тоже, но вот так почистить ее, это будет очень хорошо, и будет профилактическая работа перед тем, как, значит, покрывать ее его антисепчиком, ну вот, для этой цели я использую болгарочек вот так, да? Во-первых, очень быстро, но я ей скажу, что достаточно качественно. вот она, здесь, если чернота, и черноту можно убрать, и так же, вот, можно убрать, видите, и обзор можно убирать. вот, сначала с одной стороны переворачиваем, и с другой стороны. погода позволяет это делать на улице, но на улице удобнее. Во-первых, ветром немножко, значит, эту опилку, опилку, значит, сносит, ну и так получше. Ну и торцы, торцы, здесь, видите, вот, здесь уже маленькие крапинки черноты, они вот болгарки, можно идти снять. О, сейчас пищу. О, сейчас пищу. Вот эту работу, видите, быстро производится болгарка. Очень хорошо. Вот щёточкой такой производим, но если у кого нету болгарки, можно использовать для этих целей вот такую щёточку тоже. Тоже неплохо, хорошо счищает она, нормально получается. Ну, единственное, что, конечно, уже черноту ей убрать сложно. Ну, вот, вот уже практически эту дожку мы, значит, подготовили, чтобы её можно уже пришивать, пришивать. Только ещё, значит, обработаете антисептиком. Ну, эти, те же дожки точно так же будем делать. И вот поговорим об антисептике. Вот, вот такого плана есть. Вот она недорогая, но я думаю, вот внутренние работы, потолочные работы очень даже пойдёт. Вот такого плана, да? И, значит, вот такого плана. Вот такого плана. Ну, это получше, на мой взгляд, получше, но она и подороже. Вот мы им будем обрабатывать что-то там уже, когда подойдём, значит, пришивать, значит, утепление под полом. Вот это, это я этим будем работать. Но первоначально, там наверху я покажу, мы такой работали. Ну, дороговато получается. Таким образом я делаю это. Это делаю очень просто. Значит, сюда ванночку. Опа. Просто, да не просто. Да видите, не так-то просто. Ну, ладно. Так, наливаем маленькими порциями. Вот. Можно сразу, сейчас мы одну обрабатываем, ну, чтобы побыстрее это дело было. А так можно две-три сразу обрабатывать, и будет хорошо. Сейчас мы это дело вот так мажем и подвигаемся вперёд. Так вот. Ну, после того, когда обработаешь, желательно, конечно, чтобы она немножко постояла. Постоит, впитается, будет лучший результат. Но, если надо, значит, можно и сразу. Вы вот видите, после обработки, значит, уже вид доски гораздо лучше. Она как-то и погладь, гладь же стала. И уже главное, что нету опилок на ней. Нет с одной стороны. Вот и с другой стороны. Видите, вот таким образом. Раз. Вот таким образом мы это делаем. 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 Можно сначала обрезать по размеру, потом обработать. Потому что вот эти все кусочки, которые, значит, будут отпилены, они тоже пойдут в дело. Это мы сейчас делаем большими досками, большие комнаты. Чтобы полегче, чтобы быстрее было. А маленькими там уже будем доделывать всё. Вот. И торцы. И торцы. Любая работа требует времени, но вот видите, всё же придётся затратить определённое время. Но думаю, это скажется в дальнейшем, как положительный результат. Так вот. И с этой стороны, видите, она получается со всех сторон обработанная. И так вот все доски мы уже делали. Вот таким образом. Вот таким образом. Так. Ну ладно. Вот это. Так. Это пойдёт. Это пойдёт. Сейчас мы что, значит, возьмём, значит, по размеру, значит, и лишнее отпилим. Значит, мы досочку обработали, значит, размерили, и сейчас будем делать, значит, уже лишнее, значит, уберём. Ну, сейчас интересно, я уже говорил, но вот и мне даже понравилось. Вот именно двадцать пятую доску, двадцать пятую доску, вот видите, и подложили маленькую палочку, легко обрезается. Всё. Всё. Значит, сейчас, как говорится, весело-весело берём доску и заносим во внутрь домика. И там уже будем её устанавливать, как говорится, один человек легко с этой работой справляется. Вот, продолжаем установку доски. Надеемся, что по размеру мы попали, попали, потому что вчера закончил работу, и вот так вот, вот, раз, вот здесь вот такие приспособления, я уже говорил, вот оно в работе. Две досечки очень удобно положил, и после этого ходишь, смотришь, как оно встанет. Раз, и здесь уже пройти можно в одну сторону, вот видите, чуть-чуть поправить. Ага, вот, отлично, так. И в другую сторону можно пройти, посмотреть, чтобы она была. Вот так, сюда, можно подать сюда. Очень даже хорошо получилось, здесь получается где-то миллиметров пять с каждой стороны зазор, да, миллиметров пять, не больше. Да, очень даже хорошо. Так, пять миллиметров. После этого, что, берём шуруповёрт, берём шуруповёрт. Ага, взяли шуруповёрт, но, как всегда, его не подключили, да? Ладно. Взяли, но не подключили. Сейчас подключим. Вот так, вот так вот. Так, подключили. Так, поехали. И где-то вот ищем балку где-то по центру. Вот она где-то здесь и будет. Где-то балку здесь по центру берём, да? И вот в этом районе, в этом районе. Вот, прикрутили, прикрутили. Особенность, вот уже, как говорится, повтор, может быть, говорим, кто-то не знает. Вот, когда большие саморезы крутишь, так вот очень тяжело. Лучше браться таким образом, чтобы, как говорится, нажим был в соответствии направления вращения шурупа. Вот так вот. Теперь продолжаем работу. Продолжаем работу. Так вот. Так, весело, не спеша, работа идёт. Так вот. 75-й саморез. 75-й саморез. Значит, будет держать очень хорошо. Так, так, так. Здесь надо чуть-чуть постучать. Видите? Так, чуть-чуть постучать надо. Так. Очень плотно получается. Так. 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 Таким образом, не спеша. Так, надо, что саморезе взять побольше. саморезами работы очень хорошо но как недостаток очень много уходит очень много уходит но кто поделаешь если мы решили саморезами подшивать доску на сегодняшний вот таким образом здесь получилось в край край получилась ладно это пойдет пройдет можно наклон самореза брать туда будет подтягивать доска к доске хотя так идеально плотно нам и не надо и не надо таким образом пойдет таким образом так и последний саморез будем считать что данную доску вот не так долго но потеть приходится вот таким образом мы обшиваем потолок но мы сейчас поднимемся наверх там уже побольше сделано и посмотрим подведем итоги но вот видите это еще остановиться на балках вот эти балки так более менее нормальные а вот это вот балочки вчера она немножко была черная что мы сделали мы взяли обработали отбелитель сейчас мы его покажем единственный недостаток вот этого отбелителя когда помаришь здесь находиться невозможно хлоркой сильно отдает ну ладно спускаемся вниз посмотрим вот этот именно отбеливатель очень действенный я скажу что хороший но потом в последующем мы попробуем на более сложной древесине поработать но вместе с вами посмотрим это получено поднимемся теперь на второй этаж пока лестнице еще нету используем данную лестницу пока нет она таким образом так но здесь уже как говорится комната практически готова для того чтобы ее обделывать но вот вы видите что здесь вот балки были направляющие да мы утеплили и после зашили доской но мы решили можешь подольше так получилось но так решили видите уголки вот углы вот под наклоном на зажили дает дополнительную прочности и здесь под наклоном не зашили его здесь вот тоже под наклоном зашили а остальные места ну здесь слишком уже не надо и осталось потолок тоже уже тоже зашили значит здесь сложность практически никакой нету очень просто просто долго и вот данным видом работ можно справиться один человек но мы где когда вдвоем работали когда один как получалось и вот можно момент посмотреть посмотреть видите угол да вот угол он получается угол тоже под наклоном со мной страны из другой стороны значит дополнительная прочность дает но это мы так сделали там где есть возможность такая была сделать вот точно так сделали в принципе здесь зашили и получается каждая несущая стена вот под таким углом сделан здесь вот вот промежуточная стена точно также сделаны видите под углом вот здесь маленькая комнатка такая маленькой комнате самая теплая надо будет вот тоже под углом тоже сделано потолок здесь у нас будет люк наверх еще до конца не заделали и дали не заделали и здесь вот последняя комната здесь тоже вот видите елочка сделано здесь вот тоже и здесь елочкой там вот елочкой но это лежит предстоящая наша работа здесь тоже вот елочка сделано но я думаю здесь сложности ни у кого не возникнет все очень просто думаю надежно будет надежно потому что что значит 25 доска значит сплошным сплошной доской мы обшили ее и под углом сделали но и самое главное почему мы так сделали это почему так делали думаю будет экологически чисто пожалуйста кому значит понравилось делайте таким же образом берите на вооружение давайте вместе с строить дальше дом до свидания до новых встреч